Здравствуйте! Вы смотрите программу «Из первых рук» в студии Асель Растангалиева. Совсем недавно в наш город с рабочей поездкой приезжал зампредседателя правления АО «Жилстрой Сбербанк Казахстана». С какими новостями нам сегодня расскажет наш гость. Итак, у нас сегодня в студии Искензирова Ельмира Акалтаевна, заместитель директора Актюбинского областного филиала АО «Жилстрой Сбербанк Казахстана». Здравствуйте! Добрый день! Ельмира Акалтаевна, вот с какими хорошими новостями приезжало ваше руководство из столицы. Расскажите нам, пожалуйста, потому что у вас очень много программ, но еще есть отличные новости. Да. Вообще была рабочая поездка нашего заместителя председателя правления Нурлана Сагандыковича Акшанова. В ходе этой поездки была неформальная встреча с клиентами нашего банка. Со вкладчиками? Да, с вкладчиками. С теми вкладчиками, которые получили у нас займы, кредиты, ипотечные кредиты на приобретение квартиры. Вот сначала в ходе встречи мы провели небольшой неформальный, как обед, можно сказать так, да, где участвовали наши клиенты. Мы их случайным выбором отобрали, и приглашены были журналисты. Ну, как бы в неформальной обстановке, чтобы журналисты могли пообщаться напрямую уже с клиентами, узнать. И наш руководитель уже пообщался с клиентами, и каждый клиент рассказывал, как копил жилстрой Сбербанки. Вот их истории уникальны. У каждого своя история, и присутствовала женщина, да, если я правильно поняла, она самостоятельно воспитывает ребенка. Да, вот у нас была клиент, одна девушка, ну, в возрасте до 30 лет, и она сама воспитывает одна своего ребенка, ребенку 5 лет. Копила у нас жилстрой Сбербанки, при этом работает, я как бы так скажу, в кафе посудомойщицей. Накопила сама на однокомнатную квартиру, приобретила однокомнатную квартиру в городе Октябрь, получается, на вторичном рынке. Стоимость квартиры, вот когда мы, ну, просто готовили по ней информацию, 3 миллиона тенге. В принципе, если так рассмотреть, да, она накопила полтора миллиона тенге сама, при этом доход не высокий. Эльмира Култавовна, исходя из того, что все-таки, я так понимаю, зарплата у нее невысокая. Примерно специалисты вот этого профиля где-то от 50-60 тысяч тенге в месяц получают. Да, да, при этом она еще содержится в... Как она умудрилась. Вот умудрилась, да, молодец. Просто человек поставил цель, конкретную цель. Получается, накопила, приобрела квартиру в кредит еще по ставке 5% годовых. Получается, кредит по низкой ставке, в принципе, однокомнатная квартира в центре города. Единственное, что она приобрела квартиру на вторичном рынке, как она сама рассказывает. Платить кредит сейчас нет такого, как бы, на большой нагрузке, потому что она говорит, я могу сейчас и погашать кредит, и позволить сама содержать себя и сына. Еще одна была семья. Вот кроме этой семьи нас удивлила семья, которую мы также отобрали. Семья, которая копила у нас в банке 12 лет. 12, да. Да, 12 лет. Это мы с женой копили у нас небольшими суммами, потому что, видимо, ну, как мы понимаем, когда только человек начинает копить, ходить во вкус, да, они объяснили, что какую-то сумму определенно сначала положили опережением, а потом смотрели на свой бюджет. И вот копили сумму 12 лет, накопив свои 50% за 12 лет, они приобрели квартиру в районе Баттеса, 2, да, двухкомнатную квартиру. В принципе, в очень хорошем качестве, как они говорят, сейчас проводят ремонт в этой квартире, очень рады. Кредит по ставке 4% годовых, это очень низкая процентная ставка ипотечному займу. И вот планируют в ближайшие, вот буквально месяц, говорят, переехать в эту уже готовую квартиру. То есть минимальный срок накопления 3 года и максимальный неограниченный. То есть вы можете копить сколько угодно. И при этом еще самое интересное, каждый наш клиент в период накопления получал помощь от государства, это в размере 20% премии государства, плюс вознаграждение от банка. Как любой депозит банковский, да, ставка вознаграждения по депозиту обычному, да, 2% годовых. Плюс еще получает наш каждый клиент 20% премии государства. В этом году максимальная сумма, которую поощряет государство 20%, не всю сумму вклада может государство поощрить 20%, но максимальная сумма в этом году достигает 200 МРП, это 555 тысяч тенгей. Если, допустим, наш клиент за год накопил 555 тысяч, в конце года этого, 2020 года, по итогам календарного года, да, 31 декабря на его деньги начислят 20% премии. 20% премии составит в этом году 111 тысяч тенге. Допустим, если даже сейчас клиенты к нам придут, откроют депозит. Вот да, я только хотела спросить, вы мне как раз, если вдруг у меня есть 550 тысяч тенге, да, или 600 тысяч тенге, я могу положить к вам на счет, на свой депозит, и в конце, через 2 месяца, 2,5, ладно, будет. Ну, грубо говоря, да, 2,5 месяца вам начислят 20% премии, 111 тысяч тенге. Я думаю, это уникальная возможность сейчас, допустим, для наших клиентов получить уже в конце года через 2 месяца 20% на своих вкладах. Эльмира Кутаевна, такой не совсем скромный вопрос. Каждый год начисляется 3 года минимальный срок накопления, это получается 300, ну, чуть больше 300 тысяч тенге, с учетом того, что все-таки еще я каждый месяц буду накапливать деньги на депозите. Мне, как той девушке, получается, хватит на однокомнатную квартиру, через 3 года я смогу взять под 5%. Под 5% годовых, да. Годовых. Да, дешевый ипотечный займ получается, очень низкая процентная ставка, если вот так рассматривать, тем более клиент брал этот кредит без подтверждения доходов. Клиенты, когда у нас ведут накопление на протяжении 3-х лет, у них есть возможность, большая и хорошая возможность, да, взять ипотечный кредит, да, без подтверждения доходов. То есть мы, в принципе, не требуем, потому что мы видим дисциплину, накопление, мы видим, что клиент целенаправленно накапливал на свою квартиру, да, и через 3 года к нам обращается, мы кредитуем его без подтверждения доходов. Очень часто, видите, многие, вот, допустим, она же в кафе работает, этот же клиент, посудомойщица, да, очень сложно подтвердить свой доход. Да, и плюс у нее все-таки на воспитание ребенка, потому что дохода могло бы и не хватить. Да, да, поэтому мы смотрим только на историю накопления, грубо говоря. Еще, вы знаете, один такой пример, может быть, не совсем корректный в данном случае, но мне бы все-таки хотелось его озвучить. Вот мы, молодежь, гаджеты, да, бывает, покупаем в кредиты, очень хорошие гаджеты, очень дорогие, в пределах полумиллиона, а это первоначальный взнос может быть. Да. Главное правильно поставить цель, я так понимаю. Да. Если цель моя квартира, и мне нужно свое жилье и крыша над головой, тогда я к ней иду, а гаджеты пока подожду. Ну да, действительно, так и есть. В пределах 100, 200, 600. Да, действительно, я думаю, сейчас стоит все-таки молодым задуматься о будущем, о своем будущем, именно о том, что какое будет у него жилье, допустим, у молодого человека или у молодой девушки, и в будущем какие-то цели, допустим, есть. Даже ремонт провести в той же самой квартире, потому что очень сложно сейчас провести ремонт, хороший ремонт стоит очень дорого, поэтому у нас клиенты могут копить и на ремонт. То есть не обязательно на приобретение жилья. Нет, не обязательно. Вообще депозиты предполагают накопление на любые цели. Вот хотелось бы сказать, может быть, немного забегу да вперед скажу о детском депозите Арнау, допустим. Вот у нас есть возможность открыть детям детские депозиты, где клиенты могут накапливать деньги для своего ребенка на любые цели на самом деле. Но если клиент захочет приобрести жилье своему ребенку, или сам ребенок по достижению совершеннолетия 18 лет захочет приобрести жилье, он сможет взять кредит у нас, кредит ипотечный, да, или жилищный займ, мы как говорим, по ставке 2% всего годовых. Максимальный срок кредитования будет 10 лет. Допустим, вот у меня есть племянник, да, ему 7 лет. И максимальный срок накопления по данному депозиту 15 лет. Но минимальный срок по детскому депозиту Арнау, который мы сегодня требуем, как бы по накоплениям, да, это 10 лет. От 10 до 15 лет может, допустим, моя сестра копить своему сыну на депозите деньги. Каждый год на эти деньги будут начисляться 2% вознаграждения от банка, плюс 20% премии государства. Не забываем, да, что в конце года 20% будет ежегодно поступать. То есть на эту сумму тоже идет. Да, на эту сумму. Получается, мы можем копить этому, моему племяннику, да, по этому счету, либо на приобретение жилья, либо, допустим, если по итогу, ну, 18 лет, 17 лет, допустим, захочет мой племянник поступить в университет. Эти деньги мы можем снять уже с 20% премии, с 2% вознаграждения от банка на любые цели. Захотели обучение, допустим, оплатить дорогое обучение в университете, сейчас обучение же не дешевое, поэтому мы можем снять эти деньги уже на эти цели. То есть, либо, допустим, мы говорим, нет, мы эти деньги копим, чтобы приобрести отдельную квартиру для племянников, вдруг женится там, допустим, после 20 лет. Вот, поэтому мы сейчас ориентируем, вот, я хотела бы, ну, как подсказать населению, да, возможно, дать рекомендацию, чтобы сейчас ввели накопление именно на детей, на детей, потому что время очень быстро идет, и детские депозиты очень выгодны, те же самые процентные ставки по депозиту, 20 плюс 2% вознаграждения от банка, и при этом ипотека или кредит, если придут за ипотечным займом, да, под 2% годовых, всего под 2%. Можем будет племяннику, допустим, приобрести в кредит квартиру под 2% годовых. При этом надо отметить, что деньги, которые, допустим, моя сестра копит по депозиту, можно использовать на любые цели. Мы не требуем целевого подтверждения тех денег, которые накапливают наши клиенты. Мы требуем только целевое использование средств, которые берутся в виде займа, в виде кредита. Поэтому, допустим, мы можем, может быть, если мы хорошо накопим, да, к его совершеннолетию, мы, может быть, ему деньги, которые копили на депозите, будем использовать на обучение, а деньги, которые в виде займа, будем использовать на приобретение квартиры. Это очень возможно. Поэтому я призываю всех октябринцев открыть депозиты, начать ввести накопление. И вот вы сейчас говорите, что в качестве рекомендаций хотелось бы все-таки нашему населению сказать несколько слов. Мне кажется, сейчас, вот после пандемии, большинство людей как-то уже более осознанно относятся к тому. Если раньше мы говорили, ой, когда это будет? Через 10-15 лет. То сейчас как-то мышление у нас немного поменялось. Меняется, да, да. Но это вот в части детского депозита. Но в части того, что сейчас взрослые обращаются к нам за кредитом, за ипотечным займом, как мы говорим, да, жилищный займ, мы его называем вообще. Видите, минимальный срок накопления, чтобы клиент обратился к нам за кредитом под низкую процентную ставку, это всего 3 года. Но если клиент досрочно накапливает, допустим, 50% от стоимости квартиры, это стандартные условия программ нашего банка. Если клиент накапливает 50% досрочно, мы его кредитуем сразу. Допустим, захотели приобрести квартиру в любом районе на первичном рынке, то есть это у застройщика, когда квартиру, тогда мы кредитуем по ставке 7% годовых. Допустим, клиент говорит, я копил полтора года, но накопил быстрее свои 50% от стоимости жилья. Тогда мы можем его прокредитовать по ставке 7%, где будет ставка 7% всего полтора года. А дальше ставка снижается до 5%. И общий срок кредитования составит всего 7,5 лет. То есть, в принципе, это если клиент не выдержал 3 лет накопления и сразу накопил досрочно свои 50%. Но если клиент выдержал 3 года, допустим, получил ту премию государства в 3 раза, получил вознаграждение от банка, накопил свои 50%, то клиент к нам обращается за кредитом по ставке сразу 5% годовых. И приобретает квартиру в любом уголке Казахстана. Находясь в Актюбе, вы можете купить в Алмате, можете купить в Нур-Султане квартиру, в Уральске, в Атрау, без проблем. То есть, и еще самое важное, без подтверждения доходов. Это очень важно, когда клиент после 3 лет... Сейчас ведь нет уверенности, да, в завтрашнем дне. Кто-то, допустим, очень часто, сейчас я сталкиваюсь с тем, что, допустим, даже вот кто-то таксует, да, допустим, официально не могут свой доход показать, да. Но они знают, что они могут заработать и погасить потом, погашать ежемесячно свой кредит. Так вот, таким людям очень удобно будет воспользоваться таким займом, когда можем будет взять кредит без подтверждения доходов. Могут погасить, потому что знают, что процент низкий. Да, процентная ставка и платеж низкий. Ежемесячно платеж меньше, конечно, есть, мы понимаем, что либо мы платим 120 ежемесячно, либо мы платим, ну, от 30 и выше. У меня просто тетя, именно у нее эта сумма, поэтому. Эта программа какая, вот о которой вы говорили, не Шанерак? Нет, нет, не Шанерак, это стандартные наши условия, которыми могут воспользоваться любой клиент, все клиенты банка практически. А в части вот программы Шанерак, которая на слуху у населения сейчас, да, в народе мы ее называем 5-10-20 программу, когда условия такие кредитования. Ставка кредита 5% годовых, сумма первоначального взноса 10% и максимальный срок кредитования 20 лет. В рамках программы Шанерак участниками могут являться только очередники Акиматов. И вот сейчас у нас открыта возможность подачи заявлений, да, для очередников Акиматов, которые состоят в очереди с 1986 года по 2017 год. До 13 ноября мы ведем прием заявлений. Если есть такие очередники, есть такие очередники, состоящие в очереди с 1986 года по 2017 год. Я призываю их обратиться обязательно на сайт нашего банка, где они могли бы подать электронную заявку, заявление о том, что они хотели бы принять участие в этой программе. Вот я еще раз повторюсь, условия, это самое важное, это 10% первоначального взноса по кредиту. И для оформления кредита, вернее. Очередники могут обратиться, подают заявку на сайте банка, и им вводят просто-напросто обратно телефон. К ним на этот телефон в течение трех дней рабочих перезванивает оператор, бронируют очередь, в какое время должен клиент обратиться в банк и к какому менеджеру. Клиент обращается уже к нам, после этого собирают по перечню документы. В принципе, практически многие клиенты проходят, единственное, есть клиенты, у которых доход превышает 3,1 прожиточного минимума на одного члена семьи. То есть это люди, у кого достаточно хороший доход. Поэтому таким клиентам мы предлагаем участвовать на общих условиях в покупке кредитного жилья по программе Нурлежер, или, допустим, по программе «Свой дом» воспользуются возможностью приобретения жилья, либо просто на рынке приобрести себе жилье. А те клиенты, у которых доход не превышает 3,1 прожиточного минимума, это по тенге, это 101 тысячи тенге, да, на одного члена семьи, могут участвовать, принять участие в этой программе, в программе «Шинерах» по схеме кредитования 5, 10, 20. Но еще раз повторюсь, до 13 ноября у нас ведется прием заявлений именно по клиентам, которые состоят в очереди с 1986 года по 2017. Да, вот таким образом. В принципе, очень много клиентов подали заявление, у нас сейчас больше тысячи клиентов подали заявление по Октябрьской области, 183 клиента уже одобрены, то есть могут уже, вернее, ищут, занимаются поиском жилья на первичном рынке, да. И 17 клиентов мы уже прокредитовали, те клиенты, которые нашли себе жилье и выбрали. Получается, получили кредит на покупку этого жилья. Поставки 5% годовых. Спасибо вам большое за информацию. Ну что ж, уважаемые телезрители, мне лишь остается добавить, что сейчас все очень просто стало, все очень мобильно. Есть и мобильное приложение Жилустрой Сбербанка, и сайт. Сейчас можно запросто пополнять и депозит, и даже открыть депозит в онлайн формате. Ну что ж, а сегодня у нас в студии, напомню, была Искензирова Эльмира Аклтайвна, заместитель директора Октябрьского областного филиала АО «Жилустрой Сбербанк Казахстана». Спасибо огромное. Всего доброго. Спасибо. Генеральный партнер программы ТО «КТП». 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 ТО «КТП».